Приветико, ребята! Сегодня третий день фестиваля на Бали. Время рано, наверное, часов 7. Я иду уже позавтракать, потому что я так рано встаю. Пашка спит. А тут корова у меня путь перегородила. Видите, Бали, Бали, деревня! Смотрите, мы сейчас в таком районе находимся, тут еще коровы. Туристов почти нет. Ну, сейчас нет, сейчас много людей, конечно, приехало на фестиваль. Реально много. Такая тусовка тут мощная, крутая. А вообще обычно здесь, мы приезжали сюда неделю назад, вот в этот райончик, блян. Вообще никого, просто ноль. Кто-то тут ходит, я не знаю, может, человек 5-6. Здорово, что сделали фестиваль в таком месте, потому что здесь нет никого лишнего. Вот только пригласили, только русских ребят, которые интересуются сервингом. Ну, те, кто хочет посмотреть на серв-фестивале, вообще по участку. И все, и тут больше нам никто не мешает. Пляж практически весь для нас. То есть, вот там перекрыли для всех желающих, он будет работать дальше в следующие дни. А так вот чисто наши, что мы. Вообще круто. Они катаются на лонгбордах, на длинных досках. И это очень красиво. Да, финал лонгбордах объявили, да. Смотрите, вот там палатки развернули на пляже прямо. Надо жить. Здорово. Пока на пляже постою, посмотрю в финал у девчонок лонгбордисток. А вы посмотрите, какое у нас небо. Сегодня всю ночь дождь лил. Зато погода такая кайфовая. Смотрите, я на максимум приблизила, и вот что у меня получилось. Вообще не видно, ребят. Извините, не могу поснимать. Сами девчонок. Дима Невский, чемпион победитель. Мужчины, шоу-бой в финал. Давайте бурные овации. Наши поздравления. Ееееееее. Как вы говорили. Ребят, с разницей две десятых. Дима Невский, красачий. Телеканал Матч берет интервью у победителя в своей категории. А Дима Невский победитель оказывается у нас из Иваново. Сейчас все обсуждают, что теперь все невесты из Иваново точно его. Два шага назад, резкий поворот до пены. Снова на стенку. Еще один поворот. Просаживается волна. Ну, давай, прорыви. Не продавляя. Но у нее была очень хорошая отзыв. Прям готовить. Высок красаван. Вы посмотрите, что... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. А там ребята готовятся тоже на лонгбордах, видите, в больших досках разминаются, уже готовятся заплывать, потому что девчонки сейчас заканчивают. Девчонки за 30 минут только втроем, они одна из девочек только поймала хорошую волну, поэтому да, такое бывает. Одно из самых любимых блюд Никки Гадо Гадо, это индонезийское блюдо вегетарианное. Это арахисовый соус, тенфо, ток и отварные овощи, и проростки еще сои всегда сойдут, и яйцо. Это единственное вегетарианское блюдо. Спасибо. И задница этой. Хатика, Хатика задом. Посмотрите, какая маленькая у него досочка, парнишка, сейчас будет выступать, потому что сейчас будут детские соревнования, детские заезды. Вообще круто. Молодец. А мы сегодня все утро сидим здесь в этой кафешке на берегу, она здесь самая дешевая, здесь реально очень крутые цены, и мы здесь сидим, и у нас просто места, топ, топ места сразу на соревнования, на серфинг. Сейчас последний заезд, последний финал, это ребята катают на лонгбордах. Вообще мы все вместе решили, извините, мне очень громко. Все вместе решили, что не очень впечатлительно, не очень ярко это все проходит. Нет эмоций у нас, что катают, в общем, либо волны здесь неподходящие, либо, я не знаю, что, но... У нас есть эмоции. Есть эмоции? Хорошо. Мы их не покажем. Если серфинг, будешь, то где, по-моему, здесь? Это холостис, вот самый топ. Сейчас еще немножко посидим, и сейчас у нас регистрация в наш, регистрация в отель, и туда перейдем уже на басик, посидим с ребятами, всех пригласили. Регистрация без смс. Да. Посидим на басике, а потом будет какой-то фан-заезд, и все будут там угорать, веселиться в костюмах, заезжать. Я надеюсь, что по воду тоже ничего не снимают. Мы уже заселились в новый отельчик. Пашка тут на басике тусит. Что, доеду? Давай. Там идет фан-заезд, в общем, какой-то угар. Но я что-то уже не хочу. Мы уже насмотрели серфинга. Поэтому решили на басике провести время. Конкурс костюмов. Так, более того, они сейчас хотят во всех этих костюмах кататься на серфе. Смотрите, серьезно. Заграждение победителей конкурса костюмов. Скорее по всему победил ботан. Нам он тоже понравился. Он вместе с книжкой серфил. Так вот, вообще, прикольно. Я переместилась на басик, поваляться под солнышком, немного подзагореть перед дубудом, потому что, знаете, у нас там особо не подзагораешь. Вчера Ника меня познакомила с девочкой. Настя, она путешествует со своим мужем Артемом. И Настя, она фотограф. И я не знаю, она мне просто говорит, давай типа я тебя сфоткаю просто вот так вот несколько раз, там, в нескольких образах. Я говорю, о, давай. Первое, что это была моя первая фотосессия с фотографом, с профессиональным. И я просто в шоке была, когда она начала меня там позу строить, там, вот показывать, как нужно все, да вот, до пальчика, до этого, до волосика. Я, знаете, все время смотрела профессиональные фотографии, я думала, что, хм, прикольно, блин, ну, как они, ну, это, наверное, девочки, они там все такие модели, все такие знают, как встать, как это. Настя, нифига, просто, Настя, давай меня там ставить, как это, сказал, что смотреть, с каким настроением, куда, чего. Это меня так удивило, я просто в шоке. Я просто, я говорю, я человек, который ни разу не делал фотосессии, я вообще не знаю, как они работают. Это меня удивило. И больше потом меня, больше всего меня удивило, что Настя просто на следующий день уже, вот сегодня, вчера мы фотографировали, и сегодня она просто кидает уже готовую, готовую работу. Там, ну, она выбрала фотку, и уже мне скинула обработанную, я просто офигела, офигела от того, какая я, вот если со мной поработает фотограф, и меня отретуширует. В последнее время так много интересных, классных людей встречается, и со всеми получается как-то завести такие хорошие дружеские отношения. Например, ребят, Настя и Артема пригласили на болидачу в эту среду. Они согласились, попусим там вместе, может быть, еще пофотканести немножко. Вообще здорово, очень. Вот и все закончилось, даже не верится. Сейчас все начинают тусоваться, и завтра уже разъезжаются. Блин, это невероятно, это круто. Кстати, хотела сказать, что в основном здесь долгожители, то есть ребята русские долгожители, которые интересуются серфингом, и вообще все здесь. А из виллы я плавно переместилась в кафешку. Паша за мной заехал, и мы решили поужинать сегодня в нашей любимой кафешке, где секрет В. О, ничего себе, я немножко это пригорела. Секретная бухта очень красивая, но, к сожалению, вечером вида нет, но все равно тут приятно. Какие-то непонятные орешки нам принесли. Принесли Паше и Маргариту коктейльчик. Мне чай. И похоже на макадамию, но макадамия вообще-то такой дорогой орех, обычно они аракис приносят. Ребят, нам принесли рыбу, она просто огромная. Я думала, что она будет такая, типа, ну, среднего размера, но типа целая махи-махи. В итоге она просто огромная. Из картошечки, из соуса. Всем приятного аппетита, кто с нами кушает, ребят, мы будем наслаждаться своей рыбой. Кстати, эта рыбка, мы сейчас съедим, я вот переднюю часть взяла, у Паши там задняя часть, но я чувствую, что я свою часть все равно не доем. Эта рыбка вместе с овощами, вот с картошечкой, стоила 10 долларов уже с процентами. Мне кажется, прекрасная цена за такое офигенное блюдо в таком шикарном месте. Пашка приехали домой, лежим тут, думаем, что нам делать с нашим тараканом, который у нас тут образовался на стене, а еще и гекконы слышали сейчас. Такое, это такие большие гекконы, которые сдают эти звуки. Вот так вот оплачиваем жилье среднего ценового сегмента. Подороже, вроде как, типа, гостиница. Постоянно, да? Вот в том же Амазоне мы тараканов встретили. Здесь за 2000 за ночь мы тараканов встретили. Мы от этого в дыре два дня жили, в которой даже в туалете вода не смывалась. Короче, там просто, ну... Но при этом там ни намека не было ни на грязь, ни на таракан. Здесь сняли какой-то шикарный бунгало с просто вылезенной территории, бассейном, где-то там... Короче, жесть просто, таракан. Еще не понял, откуда он тут взялся. Понятно. Причем, ну, по нему видно, что он тут как бы такой, бывалый. Спокойно себя ощущает. Ну, да, не просто зашел случайно. Он явно тут давно уже. Причем таракан, он такой вот с мой палец большой. А еще плюс усы. Давай, ты сможешь. Нет, Зай, что... Ну, представь, ты одна. Я одна не буду бояться этого таракана. Давай. Ну, брызни и убегай. Ну, Зай, ну, годный контент, давай. Буду участвовать в этом убийстве. О! Отпускаем? А вот это уже живодерство, я считаю. Свет тут есть? Есть. Включай. Он включен. Ты справился, Зай? Нет, он... Ну, он где-то он рядом. Ой, не могу. Ну, в кустах он уже, наверное. Вот, вон, все, побежал. Все, убежал, вон. Молодец. Молодец.